доброго времени суток всем добрые наши волшебники гости канала моя такая большая дружная семья новые подписчики сегодня у нас ролик о кошке-мышке в начале ролика это поздравление николай николаевич от всех добрых подписчиков твори добро и наш ролик нашей кошки-мышки наша мышка пережила уже сложнейшие операции у николай николаевича и врача-онколога кошки взяли цитология онкомаркеры удалили гряду молочных желез так как все-таки опухоль подтвердилась теперь еще но кошки какой-то под вопросом вирусное заболевание но мы будем надеяться что этот прогноз не оправдается держим кулачки мышка находится на стационаре по сей день на состоянии кошки стабильная после второй операции очень долго наша мышка не могла прийти в себя вот не конечно же хотелось бы сразу найти мышки после всех всех приключений после всех ее заболеваний хотелось бы найти хорошие добрые ручки мышка очень красивая это порода невская маскарадная присмотритесь одна операция на составляет 23 тысячи с копейками выйти в чеке другая 17 копейками общем наш долг в клинике 55000 на гришу было собрано 33 720 вот поэтому гришу буду запускать еще 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 пока не соберем ему нужную сумму сейчас я прошу вас каждого откликнуться и помочь погасить нам долг по мышке да мы уже живем с долгами в клинике если раньше вспомните у нас лежало по 78 животных мы их реально могли оплачивать сейчас в связи с тем что подорожали очень цены на продукты раньше приют в месяц содержался на 140 150 тысяч сейчас это 300 тысяч ежемесячно на питание поэтому к сожалению вот такие вот вырастают долги у нас в клиниках но все равно я спасала спасаю и буду спасать и вопреки всему потому что животные как никто заслуживает заслуживают нашего почтения и уважения потому что они в отличие от людей никогда не придадут и не подставит у них чистой совести чистая душа с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья расскажем про кошку мышку сюда привет она уже намного лучше мы конечно еще пока вяренькие вот ты не ругайся вот машинка есть пьет сейчас наладилось проблем туалет не ушла но через пускай не вернулась дефекация вернулась по проблему мышка поступил у нас переломом таза застарелым переломом таза перелом был на подвздошной кости таза перелом был стабилизирован устранили проходимость в толстом отделе кишечника по этой же причине потому что кости были смещены во внутреннюю часть вот дальше кошечка немножко восстановилась и ей была проведена вторая операция так как у нее был диагностирован еще опухой молочной железы на втором молочном пакете и провели у нее латеральные мастектомии то есть удалили гряду молочных желез отправили сейчас на данный момент результаты на гистологию первично при поступлении у нее были вопросы по поводу грудной крепки на рентгенологических внизу был усилен бронхиальный рисунок первично было предположено что это может быть паразитарная инвазия либо пневмония опять же нельзя было исключать метастазы потом выяснили что кошечка на отластное образование на грудной клетке метастазом пока на данный момент все исключено рисунок стал лучше скорее всего это была паразитарная инвазия да и в этом фоне развился бронхит переходящий половую пневмонию то есть это удалось оккупировать на данный момент кошка стабильная по состоянию у нее был забран материал на фип потому что не подозрение есть на это достаточно неприятную болячку вот на данный момент мы восстанавливаемся ждем результаты по фипу ждем результаты по поводу анализов на фип потому что достаточно страшное заболевание тяжелое заболевание то есть эту кучу все перелом таза и опыта молочной железы вот по результатам этих анализов дальнейшим будем уже отталкиваться что мы будем даже делать сейчас также дожидаемся результаты гистологии которые нам скажут о злокачественность данного процесса который не был удален вот так же опять же будет приниматься решением по необходимости химиотерапии и второй момент перелом таза на данный момент животных хорошо передвигается проблем никаких нету вот у него также надо отметить что пришлось удалить 11 тазобедренных суставов зоне перелом потому что перелом множественной брус и из-за этого кожи было тяжело передвигаться вот в принципе на данный момент все дальнейшие какие-то уже комментарии можно дать после результатов полученных на фип так что что мы имеем по рентген графе первичный снимок пациент когда поступил в клинику усиленный бронхиальный рисунок про что я вам и говорил первым но мы с точнее видео наш перелом таза то есть мы видим захват подвздошной кости и перелом по суставной впадине тазобедренных суставов как результат была проведена операция установлена пластина сустав тазобедренный пришлось удалить по той причине что здесь идет высокая нагрузка связка была оторвана и это не функциональный уже сустав сама суставная впадина разбита о чем нам говорит что состоятельность такого сустава дальнейшем не будет если говорить сейчас по общей картине кошка себя чувствует хорошо наша задача теперь выяснить проблему по поводу этого достаточно неприятного заболевания как фип это мутированная форма короны так называемой да и если она конечно подтвердится это достаточно будет плохо но опять же в нашем случае то есть с этим можно в принципе жить но до особым контролем и сожалению пациенту придется скорее всего жить изолированно от других кошек вот то есть как бы вот так ну пока на данный момент все здоровья вам и вашим питомцам и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok